Всем привет! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал. Я вас приветствую из Владимирской области. Я все еще на даче. И думаю, наверное, что это видео будет одно из последних за это лето. Я имею в виду за астрономическое лето, то есть за август. Сегодня у нас практически последний день августа. И я бы хотела показать вам, какие произошли изменения на участке. И, может быть, это будет вам интересно. И рассказать, что я, собственно, успела сделать, а чего не успела сделать. И маленькое отступление, как вы помните, может быть, из моего одного из последних видео перед отъездом на дачу. Я говорила, что основной задачей является демонтаж и переукладка дорожки. Чего, собственно, не получилось сделать. Не потому, что я там ленивая, у меня не было времени, нет. Во всем виновата погода. Как это ни странно, было очень влажное и очень мокрое лето. И воздух был очень тяжелый, очень влажный. А для того, чтобы класть плитку на цемент, на цементную стяжку, мне нужен был сухой воздух. Вот, чего, собственно, в этом году не случилось. Но тут уж ничего не поделаешь. Приходится откладывать до следующего года. Вот. Вроде как обещают в следующем году. Нормальное лето. Так что давайте сейчас перейдем, покажу, что изменилось, что появилось нового. И, надеюсь, будет интересно. Начнем мы от калитки. Как вы можете видеть, здесь появилась клумба вдоль парадной дорожки. И она довольно-таки длинная. Порядка трех метров. Здесь пересажены флоксы задним планом. Они практически у меня выродились. Но я решила их пересадить, поскольку та клумба, где они сидели, она уже демонтируется практически полностью. И они в довольно плачевном состоянии, эти флоксы. Я надеюсь, что они выживут и от них пойдут новые росточки. Поэтому я решила, что здесь для них идеальное место. Здесь и солнечно, и здесь влага постоянно. То есть место довольно низкое и влажное. И бордюром я посадила медуницу. Может быть, вы знаете это растение. У него вот такие пестрые листики очень красивые. Но это растение, оно цветет ранней весною. Такими приятными розово-фиолетовыми цветочками. И в дальнейшем, после отцветения, все лето у него вот такие вот пестрые листья. Очень красивая пестрая зелень. Ну и, соответственно, небольшое местечко оставила для того, чтобы после отцветения медуницы здесь можно посадить, например, те же однолетники, которые будут красиво оттеняться на фоне пестрой зелени какими-то яркими оттенками. И, собственно, клумба у нас состоит из семи кустов флуксов. И медуница продолжает свое движение практически до конца клумбы. А здесь у меня сливы. Вы видели, уже я говорила об этом, три сливы. Идем дальше. Так, здесь, как вы можете наблюдать, куча песка немножко изменила свой размер. Она стала чуть меньше, поскольку мы таки построили сарайчик. Я его сейчас покажу поближе. И оставшаяся часть песка отправится в междурядье в качестве дополнительной посыпки, как бы подушки, в проходы между новыми грядками, которые я тоже сейчас покажу вам. Вот, значит, на кучу песка смотреть неинтересно, поэтому идем дальше. Как вы, может быть, помните, возле калитки на парадном входе у меня сидели пионы. Я пересадила их вот сюда, вот к сарайчику. Вот, собственно, крыльцо и вот, собственно, сарайчик. Вот, он пока еще не обид снаружи, но мы занимаемся пока что обивкой внутри, чтобы можно было сюда перенести стол, какие-то инструменты и, например, там, ну, пилить, строгать уже здесь на месте, чтобы находиться в помещении, чтобы не бегать из дома в сарай, из сарая в дом. Вот, в общем-то, основная задача сейчас до такой глубокой осени, до холодов, до морозов основательных, нам нужно обить сарайчик снаружи и покрасть его. Это основная задача и, как бы, только этим и занимаемся сейчас. Вот, и вот он так выглядит, да, практически мини-домик, довольно просторный внутри, он размером 2х4, вот, и, в принципе, если вдруг много народу, то там можно поставить раскладушку, даже две, и спокойно переночевать. Вот, идем дальше. Дальше, как вы видите, у нас появился забор, чему я несказанно рада. Вот такой он беленький с этой стороны, и снаружи он под декоративный камень. Я думаю, вы понимаете меня, когда у вас нет забора, и все соседи, которые проходят мимо, там гуляют с собаками или просто гуляют, и все заглядывают, и всем интересно, а что ты там делаешь, а что ты там копаешь. И вот, когда у тебя появляется забор, это такое блаженство, никто на тебя не смотрит, никто не задает вопросов. Это так круто. Вот, в общем, я к чему? К тому, что вы видите, что травы поубавилось, мы ее постоянно косим. Крупную траву, такую, как иван-чай, и крапива, какая-то высокая трава, она, естественно, выкапывается, люпины выкапываются, потому что от этого не избавишься. А остальная трава мягкая, она косится, и вот, как вы видите, больше половины участка практически уже вот мягкая такая низкая трава, которая постоянно косится. Осталось фактически не так уж много. Вот, если постоянно косить, то трава, она не растет, она превращается вот в такую мелкую, мягкую траву, которая, в принципе, напоминает газонную. Вот. И в плане вот этих веток, которые вы тоже могли наблюдать на старых моих видео, где ветки лежали вдоль всего забора, ну, тогда забора не было, но веток было много. Как видите, осталось их довольно чуть-чуть. То есть тоже в планах разобрать эту кучу до зимы. Вот. И, в общем-то, из таких вот заброшенных, заросших участков осталась только вот эта вот въездная зона. Здесь будет дополнительная парковка. То есть фактически только здесь у нас высокая трава. И вот то, что прилегает к сараю. Здесь уже частично трава скошена. И вот эта вся лишняя поросль, которая идет от слив, от каких-то деревьев, она будет убираться, и останутся только основные крупные деревья. Мелочь вся уберется. Это нам не нужно. Кстати, кто смотрит канал Анны Анлики, Анютка, тебе большой привет. Я очень рада, что ты ко мне заехала на выходных и выкопала все, что нам не нужно. Заходите к ней, посмотрите ее видео, где она приезжала ко мне в гости. И она приезжала ко мне за... Ну, не рассадой за посадками. То есть мы отдавали ей разные там сливы, вишни, иргу. Вот то, что у нас лишнее выросло. И также кое-какие цветочки я ей дала. Надеюсь, что она у себя на участке тоже поснимала. И вам покажет в своих видео. Так, и давайте перейдем также дальше. Как вы видите, вот там вот у меня появились новые грядочки. Сейчас покажу вам ближе. Собственно, делаю я их. Вот у меня лежат уже разрезанные. Они длиннее азбестоцементной плиты. По-моему, они так называются. Или азбестоцементной плиты. В общем, вот. За лето, скажем так, было каторжным трудом. Практически где-то, наверное, недели две я просто вот рыла землю. И планировала с этим, с рулеткой тут бегала, что-то вымеряла, ставила колышки. Потом сверлила дырочки, соединяла эти плиты. Плиты тяжелые до безумия. Ну вот, осилила две грядки. И, честно сказать, надо сделать еще две. Но для этого, кстати, были разрезаны две плиты, чтобы вот эти вот торцевые стенки сделать. И, в общем-то, в планах. То есть, ну, в планах пока что, наверное, все-таки на будущий год. Потому что в этом году все я не успею сделать. Но хотелось бы еще две грядки. И давайте я заберусь повыше. Вот тут у нас земляника. Рассаду я вам показывала на окошке у нас стояла. А здесь мы уже пересадили усы от клубники. Кстати, кто интересовался, неприхотливая клубника, про которую я рассказывала летом, называется земклуника. И, в общем-то, вот так вот. То есть, планируется здесь вот две грядки. И дальше идут точно такие же еще шесть. Вот. И в будущем, не знаю, когда это тоже случится, это один ряд. И здесь будет второй точно таких же еще восемь штук. Итого шестнадцать грядок. Вот. Вот так получается. И, как вы помните, у меня здесь сидели помидоры. И сейчас до сих пор еще сидят перцы. И, может быть, вы там видите, что там висят перчики. Я не знаю, правда. Меня как-то пока что жаба душит выкапывать их, поскольку они растут. И на них плоды. Но, с другой стороны, ночью уже холодно. И уже опускается температура до семи, до восьми градусов. И это довольно холодно. И как бы они не замерзли. Вот. Но можно было бы и накрыть. Но поскольку три грядки у меня столько нету. И укровного материала, и опор столько нету. Поэтому я не знаю. В общем, пока что они стоят. И что из этого выйдет, тоже пока не знаю. Если замерзнут, ну, значит, не судьба. Вот. И я к чему говорю, что вот мы пересаживали клубнику. И можно было бы в теории, можно было бы дальше сделать еще три грядки. И посадить туда клубнику. Но, увы, после помидоров, после томатов и после перцев сажать клубнику нельзя категорически. Если кто не знал, я открываю Америку. Для вас при севообороте клубника плохо контактирует с какими-то микроэлементами, которые остаются после томатов в земле и после перцев. И она может погибнуть. И вообще это, ну, в общем, это неплохое решение сажать клубнику после томатов. Вот. Поэтому было решено все-таки каким-то образом собраться с силами и сделать рядом вот здесь вот две такие же грядки. Прям вот четко друг напротив друга. И, в общем-то, у меня вот в планах, опять же, до зимы успеть сделать эти две грядки и по возможности пересадить клубнику. Но это не 100%, это не гарантированно. Но вот пока такие мысли есть. И, в принципе, нужно это сделать, потому что клубника дала очень много усов, очень много отростков. И их надо отсаживать, потому что она заполонит все. И нужно какой-то, какая-то регулярность в этой клубнике должна быть. Ну, и, как вы видите, вот она у меня здесь куча. Это клубники. И видите, там и трава, и усы, и все вперемешку. И она разрослась. То есть, это был маленький квадратик. А сейчас это превратилось вот в такое пятно, к которому не подступиться. Вот. В общем-то, это все изменения, которые произошли. Так-то, в принципе, очень много хотелось сделать за лето, но очень мало получилось сделать. Все-таки очень во многом, очень сильно подкачала погода. Увы и ах, лето было очень сырым, очень влажным, очень тяжелый, мокрый воздух, которые совершенно, ну, отвратительно было находиться. При этом, если еще и где-то к концу июля наступала жара, наступила жара, наконец-то, и было порядка 40 градусов у нас достигало температуру 38-39. Вот. И, в общем-то, был не очень хорошо. То есть, очень сильный такой, очень тяжелый влажный воздух. И при этом очень жарко, и, в общем-то, работать было практически невозможно. К сожалению, вот так вот. Кстати, вот там была картошка, мы выкопали. Очень красивая такая, прям маленькая. Но она не сильно выросла, мы поздно ее посадили. Ну, где-то сантиметров, наверное, ну, 5 точно в диаметре были картофельные. И я просто безумно обожаю молодую картошку, жареную в мундире. Просто обожаю. Обалденное блюдо. Просто вот, просто, безо всего. Вот. Так что вот так вот. Такие вот новости. Вот так вот, в общем-то, вот такие изменения. Конечно, не все сделалось. Точнее, даже не то, что не все, а практически ничего не сделалось из того, что планировалось. Ну, во многом виновата погода. Все-таки, когда жара стоит под 40 градусов, и воздух влажный и тяжелый, заниматься чем-то в саду, не в тени, это очень тяжело. А у нас тени здесь только возле террасы. Так что вот так вот. И сейчас у нас погода плохая, у нас холодно. Я замерзла, пока снимаю. Вот. И дожди идут. Поэтому практически не вылезаем из дома. Достим дома с Алиской. Я читаю или, там, пилю. Что это? Комары, походу. Вот, в общем-то, сегодня мама приедет. И надо еще кучу дел сделать до этого. Вот, в общем, увидимся. Это видео получилось длинным. И много болтологии. В общем, увидимся в следующих видео. Пока-пока.